Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился. Утренний экспресс на ваших экранах, осень на календаре. Это то время, когда многие ищут работу, а кто-то, может быть, даже задумывается о том, чтобы поменять профессию. Об этом мы сейчас поговорим с нашим гостем. Директор по персоналу крупной строительной компании Галина Хабарова у нас в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Галина Александровна, скажите, пожалуйста, реально ли вообще взрослому человеку уже освоить новую профессию и при этом хорошо устроиться на работу? Совершенно реально. Сегодня создаются такие условия и государством, и работодателями, что невозможно не устроиться, если ты хочешь работать. Государство и бизнес, они объединили усилия и сделали все, чтобы сотруднику, человеку, который хочет это сделать, было удобно. Можно какие-то хотя бы два примерчика вот таких условий? Да, конечно. Ну, в любом случае, сначала начнем про центры занятости государственные. Там можно обучиться любой профессии совершенно бесплатно. И при том еще, наверное, вам предложат уже работодателей. Но давайте сделаем наоборот. Если человек хочет конкретно в какой-то компании работать, ну, выбрал ее, посмотрел, нравится, и пришел в службу персонала. Поговорил с сотрудниками. У нас сейчас у каждого работодателя сегодня есть возможность мастер-классов, экскурсий, день открытых дверей. То есть человек может прийти и своего работодателя посмотреть изнутри. Определился. Или наоборот. Пришел учебное заведение, которое он хочет закончить, и спросил, а кто у вас опорный работодатель? И любое сейчас уважающее себя учебное заведение вам скажет, что у нас опорный работодатель в такое-то предприятие. Я правильно понимаю, что на будущее место работы можно прийти даже до получения образования в ознакомительных рамках? Совершенно правильно. Наверное, лучше даже так сделать. Получить те сведения, которые тебе необходимы и по здоровью, и по твоим условиям труда. Обязательно поговорят и обязательно дадут рекомендации, чтобы человек уже определился до того, как он начинает учиться и трудоустраиваться. Сегодня такое время, когда появляется очень много новых каких-то профессий, а может быть, вспоминаются какие-то давно забытые профессии. Расскажите, пожалуйста, что вообще сейчас востребовано? Какие специальности, может быть? Вы абсолютно правильно заметили, что наоборот, сейчас те профессии, которые давно забыли, они начинают быть современными, востребованными. И как раз на них больше всего обращают внимание. Это каменщики, монтажники, ученые. Эпоха юристов и экономистов. Прошла, прошла. Ну, они тоже нужны, хорошие специалисты. Очень нужны. Но, тем не менее, вот я говорю, что те забытые старые профессии, которые ушли из нашего обихода, они, наоборот, сегодня очень востребованы. И на них именно обращают сегодня внимание учебные заведения и работодатели. Что нужно знать человеку, который хочет освоить новую профессию и, более того, прийти, поработать, например, на стройку? На стройку. Ну, как минимум, он должен знать, прийти в компанию и позаботиться о том, чтобы ему рассказали, какие условия и какое физическое здоровье и ограничения должно быть у человека. И сопоставить, конечно, со своим здоровьем. Естественно, да, это обязательно, потому что на стройке, как правило, хоть эпоха у нас технологий, да, но, тем не менее, человек работает на высоте. И мы сейчас говорим не про качество его работы, а именно про условия работы. Это да, это первое необходимое, что необходимо человеку, который заходит на стройку. Так, здоровье, а еще что? Здоровье, значит, естественно, уровень образования, который каждый работодатель готов ему предложить, если у него не хватает каких-то компетенций, и отправить его доучиться. Ну, достаточно и желания человека. Последний, наверное, вопрос зададим. Что бы вы посоветовали узнать о предприятии, прежде чем пробоваться устраиваться на работу туда? Ну, я считаю, что это обязательно, наверное, нужно узнать про компанию, тем более в эпоху интернета вы заходите и смотрите про корпоративную культуру. А совпадает же ли лично ваше ощущение с ценностями компании? Это первое. А второе, и, наверное, и далее это надо узнать, а есть ли какие-то условия занятия спортом, оздоровление, а есть ли какие-то условия, предлагаются ли сотрудникам в помощи в приобретении жилья? Ну, такой социальный пакет. Абсолютно. Сегодня это очень важно. Это до сих пор есть или к этому вернулись? Нет, это есть. Это есть, и сегодня этому уделяется особое внимание, потому что сегодня, скажем так, время человекоцентричности. То есть это человек с его потребностями, способностями, и это очень сегодня востребовано. Я думаю, любимой работой могут похвастаться все участники народной премии Е1. В ней участвуют лучшие компании Екатеринбурга. Прямо сейчас вы можете перейти по ссылке, которую вы видите на экране, или отсканировать QR-код и поучаствовать в голосовании. Важен голос каждого, ведь это по-настоящему народная премия. Галина Александровна, благодарим вас за то, что нашли время сегодня, пришли к нам с утра и ответили на все вопросы. Спасибо большое. У нас в гостях был директор по персоналу крупной строительной компании Галина Хабарова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова